Привет, я критик рэпа. Так, о каком очередном лажовом, выпендрёжном однохитнике, про которого все забудут через два месяца, мне придётся говорить сегодня? Охренеть, это же Фэт Джо и Рэмми Ма! Господи, сколько лет, сколько зим, вы где пропадали, ребята? Извините, для тех, кто не в курсе, я обозрел их песню Сулейм Бэк, когда они ещё были частью группы «Отряд террористов». И если подумать, учитывая события 11 сентября, имя не очень удачное. Я знаю, что Фэт Джо всё это время делал музыку, и я обозрел ещё одну из его песен «What's Love». Но, Рэмми Ма, где ты пропадала? Оу, отсиживала срок за нападение с нелегальным оружием? Ну, она же нас предупреждала. Я хочу знать, в каких клубах ты тусишь, подруга, чтобы держаться от них как можно дальше. Блин, я и не знал, насколько был прав. Эй, это в прошлом. Она сейчас на реалити-шоу, и вместо занятия криминалом она вернулась к чтению рэпа. О занятии криминалом. Но это всё же шаг вперёд. Но эта песня не об этом. Она не об убийствах, продаже наркоты и бандитизме. Она не фокусируется на отрицательных аспектах этой жизни. Она фокусируется на положительных. Продажа наркоты, бандитизм и убийства скорее необходимости для достижения шикарной жизни. Это Фрэнч Монтана. Брысь! Пошёл вон! У меня тут встреча со старыми друзьями, которые находятся в совершенно другом месте. Ну да, как я и говорил, это песня об успехе и жизненных победах. Ээээ, эта строчка была сразу после предыдущей? Так, как это всё связано? Он выгоняет её в дань уважения к людям с Бентли и Роликсами? Я изгоняю тебя со своего ложа в честь меркантильного шовинизма! Да, мне нужно спрятать цепочки, потому что женщины, с которыми я сплю, до ужаса аморальные существа. Но я всё равно буду с ними спать, потому что я точно такой же. Так, я параноик, или действительно три разные фразы были сказаны поверх того эха в последних строчках? Я знаю, что все сайты с текстами песен пишут, что он сказал «шальные мелочи», хотя это и не рифмуется с «Реклз». Бесшабашные. Но прислушайтесь, между «Детка в центре» и «Шальные мелочи» было сказано что-то ещё, что всё-таки рифмуется с «Реклз». Бесшабашные. Но я не могу понять, что. Там точно что-то говорят, потому что дважды явно слышится два звука «С». И меня правда раздражает то, что я не могу эту фразу расслышать из-за двух фраз поверх её. Что за хрень такая этот «Унчейн»? Судя по контексту, кажется, что это очередной дорогой бренд одежды, который не обсуждают и даже не носят нигде, кроме рэп-песен, где хвастаются дорогой одёжкой. Это по-испански означает «мало»? Теперь я чувствую себя невеждой. Ладно, игра слов про чемпионское звучание остроумна. Он имеет в виду, что его кольца звенят, но ещё кольца есть чемпионские. Что-то немного понизился градус остроумности. Особенно учитывая то, как эта строчка должна была быть кульминационной. Это как сказать... Понимаете, эта песня называется «Вон там наверху». И если вы спросите, где он живёт, я укажу на горы и скажу... «Вон там наверху». Нет, серьёзно, мне это нужно доставить. Так что можно настоящий адрес? Это было бы здорово. О, улица Перч, 43. Вон там на холмах. Благодарю. Извините, просто небольшая шутка юмора. Знаете, каламбур. Не смешно. Да, спасибо. Йоу, а вот и Рэмми Ма. Она уже превзошла свой куплет из старой песни. С игрой слов, в которой она имеет в виду, что она вышла из большого дома. То есть тюрьмы. В больший дом. То есть особняк. Из грязи в князи. А потом она связала это с тем, что она вышла из тюрьмы, и как будто она вышла как лесбиянка. Такая игра слов заслуживает похвалы. Особенно учитывая то, что только рэперша такая игра слов сойдет с рук. Серьезно, если бы Ти Эйл вышел из тюрьмы и выпустил песню со строчками «У меня нет парня, но вышел», он бы потом всю жизнь доказывал, что он не гей. А в случае Рэмми Ма, не думаю, что кто-то вообще заметил. А те, кто заметил, явно подумали. О, так ты лесбиянка. Лады. Так ты будешь целоваться с цыпочкой. Или как? У Фэт Джо игра слов с фразой «Вон туда наверх» связано с его путешествием за холмы до его дома, которых находится непонятно где. Это не особо цепляет. Но шутка про эрекцию, вот это уже забавно. И это тоже было остроумно. Ты только что переплюнула Фэт Джо дважды с этими каламбурами. Джо, давай, соревнуйся с ней, чувак. В общем, я даю этой песни три из пяти. Куплеты хороши, особенно у Рэмми Ма. Но кажется, что все растянутые переходы и части Френча Монтаны нужно просто, чтобы сделать песню дольше. Что странно, потому что без всего этого песня будет очень короткой. У Френча нет такой харизмы, как у Джо и Рэмми. И кажется, что он нужен просто потому, что радиостанции требуют, что песни должны быть около трех минут. Но да, она короткая, не надоедает и в ней есть забавные строчки. По-моему, неплохая летняя песенка. Я Критик Рэпа, увидимся позже. Эээ, я буду называть его просто дизайнер. Стоп, кажется, у него всего три песни. У обладателя крупнейшего хита в стране всего три песни. Я Критик Рэпа, и судя по тому, сколько идет это видео, то мое время уже вышло. Так, ладно, не буду этого говорить, ладно. Скажешь, я тебе врежу.